покажу вам что я купила на рынке сейчас бегала на рынок это те продукты которые нам не хватали для того чтобы есть а вот мы закупаемся обычно на неделе три месяц ну вот покупаем естественно докупаем молочка хлеб булочки каждый день камилочка ест огурец купила огурцы вот такие это наши симферопольские местные очень вкусные сладкие 128 рублей килограмм здесь у меня полтора килограмма сезон редиски открыть сейчас редиска очень вкусная сладкая сочная полезно 100 рублей килограмм здесь у меня грамм 600 или 700 но у меня еще есть холодильники каймак это домашняя сметана обязательно мы берем у одной и той же женщины у нее вкусно 180 рублей пол литровая банка майонез вот такого вот махеев на перепелиных яйцах очень вкусный белорусскую сгущенку такую берем очень хорошая шампиньоны взяла хочу сделать с макаронами по 160 рублей за килограмм два граната у меня есть еще несколько но взяла чтобы было помидоры пол килограммчика 155 рублей за килограмм здесь у меня бедрышки куриные сегодня хочу с картофелем запечь творог 9 процентный черноморский 315 рублей за килограмм здесь у меня 720 грамм по моему и купила вот такой вот классный противень для запекания меня что привлекло мне нужен был большой такой вот противень чтобы запекать курочку с картошкой еще же там что-нибудь и классно что вот такой вот крышкой знать чтобы запаха не было когда вот вы даже вытаскиваете с духовки такие вот у нас были на сегодня покупки идем на прогулку сками на улице похолодало поэтому я ее потеплее одела хоть немного погуляет камилочка не вода вливы умничка молодец к да он деда тоже спустился молодец я же говорила о том что я с камень стараюсь выходить тогда когда во дворе нету или мало совсем деток вот сейчас такое время когда нету деток во дворе и она себе спокойненько может бегать и делать что хочет и кататься на качелях сколько хочет просто когда много народу всего лишь такие вот две качельки и там дальше в нашем дворе тоже 2 детей больше все хотят кататься камила такая что и не уступит вот ну как-то и каждому не хочется объяснять что наш особенный ребенок они смотрят что она уже большая и иногда даже просят уступить маленьким как-то так ну и когда мало народу то она вот делает что хочет идет туда куда хочет а я за ней уже иду же вон цветочки распускается весной так пахнет вкусно на улице светит солнышко но очень холодный ветер сегодня прям так резко похолодало кстати я в каком-то из видео говорила о том что вот реакция до взрослых людей на особенных деток вот мамочки мне написали что то тоже любят гулять когда нет на улице народу или его мало потому что дайте вот косые взгляды взрослых людей подбешивает девочки я с вами полностью согласна они меня тоже раньше бесили но после того как я поговорила с очень хорошим человеком но не сказал зачем ты обращаешь на всякую вот эту вот непонятную человечество человечество до обращаешь свое внимание потому что ну умный человек никогда не будет таращиться и смотреть я знаю что очень многие люди поворачиваются смотрят или таращиться прям смотрят когда вот камень себя кусала била по голове они прям останавливаться смотрят потом дать шепчутся меня это жутко бесило но сейчас я к этому отношусь так чё обращать внимание на дураков и вон смотри голуби камень вот ей нравится так вот кружляться и за ней она здесь тренажер а кстати моя зрительница написала что горка на которой камень каталась камень пойдем быстренько пойдем посмотрим что это за фирма это ее супруга вот та вот дальняя сейчас пойдем посмотрим что за фирма здесь у нас такой дворик ухоженный хороший и на горку залезть дикань стрем какой котик диван на горку камилочка вон смотри вот сюда пойдем она сама кстати ловит atrix вот фирма давай поднимайся моя крошка не хочешь нам в прошлом году весной эту площадку сделали видите она сама с собой здесь у нас вот уже очень давно этот дом заброшен уже поснесли его потому что дети туда лазить мальчишки не дай бог кто-то упадет так вот девочки не обращайте внимание на все вот эти косые гнилые и вонючие рты глаза взгляды не от большого ума честное слово это все делается тебя покатать камилка мне конечно вот смотрите вот голубь там проходит или кошка или собачка не ноль внимания на них камилочка каме каме правильно зайка надо стол вытереть курткой да вытирай стол молодец каме умничка сегодня с мамой сходила за заказом забрали заказ саверен вы у нас сходила так спокойненько так здесь надо ускорить шаг что на дорогу выходит здесь у нас во дворе после того как заасфальтировали машины так гоняют каме ты хоть знаешь куда ты идешь ты что-то мне ищешь легких путей ты кстати качели вот это все ненадолго интересно на не любят 5-7 минут и все камилочка вон смотри пошли в наш дворик пошли вон твоя любимая качелька вот она вот на этой круглой качельке еще может минут 10-15 покачаться сегодня она вообще так хотела сама на улицу быстренько и молча одевалась обувалась и пошла гулять у нас здесь рядом же школа получается вот за этим домом вот уже окна торчат школы вот здесь очень много школьников блин и он кто-то видать из школьников забыл рюкзак снова будет повесить вот сюда его они кидают свои рюкзаки и и вот так вот уходят ну да чья-то одежда честно на школу отнесем чем в этом рюкзаке была школьная форма джинсовая куртка не слима охраннику отдали потому что ну очень жалко так что с ребенок придет домой у него этого всего нету это завтра придет в школу и там есть у них стул такой с потерянными вещами там найдет как бы больше там сумму вещь вот такие вот дети невнимательные даже говоря они приходят на во двор кидают свои рюкзаки и идут на качелях кататься и вот так вот забывают у меня каренка тоже вот ездила с классом на сыроварню забыла новый пиджак поэтому как-то так мы сделали доброе дело отнесли уже замерзли камень и все хочет домой да у нас здесь дом рядышком с нашим вот здесь такие молодцы вообще и на новый год украшались перед 8 марта смотрите как красиво украсили молодцы вот наши окна где два кондиционера весят надо скоро третий вешать сходили шмоз камилы за заказом от компании сабириан вел нас девочки это все для себя у меня активно делали заказы и вернули кэшбэк большой там суммой сразу я их накапливала и вот как накапливаю там полторы две тысячи и сразу себе что-то беру я вам уже говорила что мы стараемся каме не кормить сахар содержащими продуктами не всегда это получается но уже все больше и больше мы ее переводим на без сахаропродукты и карину с кирюшей тоже вот такие вот мармеладки серии юго им очень нравится кальций витамин d вот такой вот черник он вообще очень вкусный весь мармелад юго очень очень вкусный облепиха и пряна корица ну вот как-то дети его не очень оценили а вот нам с лёшей очень нравится ну вот и вот такой вот еще малина и шиповник все что было по что мармеладки разбирают очень очень быстро я забрала была акция и на этой неделе она еще будет по 75 рублей такие вот мои любимые протеиновые батончики из юго со вкусом кокоса девочки всем советую они безумно вкусные и с собой в дорогу в сумочку закинуть и когда вы хотите что-нибудь поесть наперекус круто у меня заканчивается тоник взяла вот такой вот тоник для лица антиоксидантные эндемикс серия буду пробовать и потом вам расскажу все это вот в слюде так вот запально до вас никто не открывал и свой нос туда не засунул вот такой вот гель для умывания с омега кислотами была скидка на него я его заказала на прошлой неделе и проплатила и вот сегодня я его забрала серия эндемикс 300 миллилитров здесь комплексом жирных кислот омега-3-6-7-9 натуральным бета-каротином у меня есть эта серия крем для лица я его использую на шее и декольте очень мне нравится классный посмотрите сабирин велнес это все следе в коробочке ну прям как люкс серия стоил такой крем гель такой со скидкой 310 рублей обычная цена в каталоге 410 и так и так недорого вообще просто классно запасаете солнцезащитка уже пора тоже серии эндемикс крем для лица солнцезащитность spf 50 тоже смотрите с людей все очень классно у меня вот несколько тюбиков заказали сегодня не было в наличии завтра пойду заберу 455 рублей цена девочки это вообще не цена за такой качественный натуральный продукт мне очень нравится а вот кстати из мармелада еще у меня муж очень любится такой вот мармелад с прополисом а когда горит болит горло вот прям очень классный мармелад он с удовольствием есть мне он как-то так себе но вот мой муж очень любит этот мармелад крема для рук сейчас вот до 1 апреля по скидке два крема по цене одного то есть два за 260 рублей крема классный натуральный состав по 75 миллилитров девчонки всем советую и так же это вот моя палочка-выручалочка это валериана и мелиса чтобы остановить мои крики очень кстати классно спасать я пью два раза в день но уже такой курс пропила теперь как для поддержания буду пить один раз в день 260 рублей девочки 30 капсул мне очень нравится приятно пить удобно глотать там такая вот капсулка очень удобно очень классный кому нужно нервную систему под лечить как и мне вот советую здесь состав просто прекрасно все во все продукты собери and wellness состав прекраснейший и если вы делаете заказ на 500 рублей то вы можете за 99 рублей вот такой вот пробник парфюма выбрать так он стоит по моему то ли 299 то ли 399 не помню о боже как он пахнет это нишевая парфюмерия аромат у них униссекс и я выбрала вот такой и в среду будет новое поступление выберешь еще другие ароматы кстати аромат очень стойкий вот подумал когда будут скидки может быть себе такой аромат и прикуплю поэтому девочки советую и дали мне вот такую вот брошюру по серии экспирал для литоплатином люксовый продукт в компании соберем wellness по уходу раздам своим клиентам бизнес-партнерам все очень так классно смотрится девочки если кого заинтересовала продукция компании собери and wellness обязательно внизу оставляю в инфобоксе ссылочку для регистрации регистрируйтесь вы хоть на тысячу хоть на 100 рублей для себя покупать и здесь как бы это все возможно и продукция действительно натурально классно получите удовольствие и ценовая политика очень доступно вот мармелад например стоит прополисом 110 а вот такие вот по 140 рублей здесь 90 грамм поэтому советую девчонки если будут какие-то вопросы по продукции пишите отвечу я в шоке сейчас заглянула в ящик для почты и обнаружила там платежку о том что даже если у нас автономная система отопления то мы должны оплачивать за тепло в подъезде полин у нас дом строился и у нас нет в подъездах батареи у нас не отапливаются подъезды за какой хрен я должна платить 345 рублей посчитали с нашей квадратуры я вам больше скажу посчитали за несколько месяцев и уже еще и плюс спиневой за то что мы оказывается не платили впервые вообще вижу такую платежку я как бы слышать слышал что хотят внести такой законопроект да но как бы мне никакой платежки уведомления ничего не приходило я конечно в шоке я звоню знакомому адвокату он говорит да и плати потому что будут начислять пеню также как и закап ремонт игру хорошо подожди а у нас нету в доме тепла у нас нет батареи у нас по крыму грудь ни в одном доме нет батареи ты понимаешь горит это на воздух деньги просто обогащают карман я просто шоке девчонки кто с этим сталкивался на своя система автономного отопления да нас получается проходят стояки раньше при украине их можно было окольцевать сейчас же они запрещают и мотивируют тем что за это тоже мы будем какой-то 0 1 или 0 2 процента платить на хрень эти стояки которые просто у меня проходят транзитом из-за этого транзита мне год тому назад был потоп потому что они дали сразу сильно много атмосфер помощь 6 и прорвали вот эти вот транзитные трубы и что и как мне сказали они проходят у тебя в квартире ты за них несешь сама ответственность короче я просто шоке ну ладно выдохнем по поводу коронавируса я смотрю это прям на пике популярность эта тема у нас крыму слава богу спокойная тишина и покой прилавки в магазинах все полны приезжайте к нам скупляться я честно не понимаю какого хрена все закупают туалетной бумагой вы чё все такие засранцы что или коронавирус вызывает диареи для меня непонятно вот я смотрю там в москве в больших каких-то городах нет туалетной бумаги ребят на это вообще какой-то ужас вышли жевать не будет тоже действительно доходит до какого-то абсурда и понимаю продукты первой необходимости к таких количествах как я вижу там тележки полную туалетной бумаги будет вообще трындец конечно полный у нас пока тишина но у нас получается 18 день воссоединения крыма с российской федерации выходной день байрам вот отменили все мероприятия на площади вот это вот как бы я знаю но выходной всеобщее по крыму что вы думаете по поводу этого коронавируса это действительно что такое страшно что на следующей неделе у детей карантин я вот думаю может устроить домашний карантин и никуда вот неделю не выходите кирюшу забрать садика короче не знаю что вы делаете в этом ситуации как вы относитесь к данному вирусу покажу вам немного нашей комнаты здесь конечно еще ничего не покрашено но мне уже надоело честно говоря в аквариуме жить поэтому на выходных это все покрасит но мы уже сегодня прибили гордину я постирала тюль сейчас стираются шторы у нас получается вот из-за этого корба не поместился второй слон со слона слоя гордины но поэтому на одну все повесим думаю что ничего страшного от этого не будет будет смотреть очень круто и смотрите я честно так не подбирала вот видите рисунок обоев теперь посмотрите на рисунок тюли представляете она сама собой это лёха сейчас заметил город смотри город здесь такой рисунок и здесь очень похоже ведь не подбирали и так получилось гармонично сегодня отчим уже больше половины вот это стенки замазал завтра он и вот это все замажет и потом почистит и приступит к этой стороне здесь мы пальмочку свою поставили драцена эту драцена девочки мы покупали тогда когда у нас еще не было деток представляете сколько лет еще по моему даже была не беременной очень много лет этой драцени это единственное что у нас выжило скоро скоро вот этот весь хламник уберется его я уже не могу честно может перейдем на лоджи ремонт делать вот сегодня очень замазал эту штуку и к среде это все высохнет завтра уезжаем сифик поэтому на завтра не получится поклеить вот этот уголок а в среду уже поклеим в кирилла комнате тоже гордину повесили а чё уже будем вешать утром просто надо там чтобы немного подсохла сегодня не приезжали мерить замеры брать французских шторм но у получается здесь я не знаю есть или нету кирилла в комнате есть еще здесь нету они вот есть эти штуки нам надо все поубирать поснимать у кирилла в комнате точно есть вот они завтра все замерить и уже все скоро скоро это закончится в этой комнате и начнется в другой но уже будут две комнаты с ремонтом